Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас онлайн-гадание на тему «Состоится ли переезд в другую местность, в другой город, в другую страну, в другую квартиру, дом?» Не важно. Тут у вас будут свои предпочтения. Для получения ответа от карт Таро вам нужно будет выбрать одну из представленных колод. Это колода Таро «Колесо года», колода Таро «78 дверей» и мифическое Таро. Либо выбрать просто-напросто цифру. 1, 2, 3. Кому как удобнее. Кто не успеет сделать выбор, нажмите паузу, а потом прослушайте свой вариант. Ну, а я, пожалуй, начну, друзья мои. Кто выбрал цифру 1 или колоду Таро «Колесо года», давайте посмотрим, что вам нашепчет эта колода, что ответит на заданный нам вопрос. Итак, состоится ли переезд в загаданный вами период, друзья мои, в загаданный вами период? «Десятка пентаклей». Хорошо. «Император». «И двойка чаш». И ещё одну выложим. И семёрка мечей. Ну, друзья мои, ответ однозначно да. У вас, может, даже уже идут приготовления по оформлению документов, по рассмотрению вариантов. И, похоже, переезжать вы будете не одна и не один, а с кем-то, либо с семьёю. Может быть, даже переезд у кого-то назначен кому-то. То есть не на пустое место, а, может быть, чтобы соединиться со своим партнёром, партнёршей, семьёй, с детьми. Тут уж, говорится, у каждого свои будут варианты. Но переезд однозначно, друзья мои, да. И тут ещё, знаете, какой момент может быть этот переезд? Ну, не сказать, чтобы жёстко вынуждены, но всё-таки на него есть веские причины. Не просто так вот захотела, как говорится, и поехала. Возможно, смена жительства связана с работой, либо с необходимостью соединиться с семьёй. То есть вот именно есть некая необходимость. Может быть, даже что-то связано с родителями, с детьми. Ну, в любом случае, мои хорошие, переезд однозначно будет. Сейчас, возможно, даже идёт сбор денег, подготовка уже, знаете, вот именно подготовка, когда просматриваются все варианты, просматриваются возможности достаточного накопления ресурсов, материальных ресурсов, денежных ресурсов, ведутся переговоры. Тут мы всё-таки видим действительно семью. И вот этим переездом у вас, как говорится, правит кто-то один. Возможно, это вы, но возможно, что ваш партнёр, который обладает и знаниями, и возможностями, и харизмой, и вообще, как говорится, взял в свои руки руководство по переезду. В общем, так, друзья мои. Ответ – да. Переезд состоится. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Идём дальше. Кто выбрал второй вариант и колоду Таро-78 дверей, давайте будем смотреть. Что тут у вас? Состоится ли переезд? Состоится ли переезд в загаданный вами период, друзья мои? В загаданный вами период. Башня. Десятка Пентаклей. Девятка Жезлов. И Солнце. Ну, башня у нас, карта, сразу же намекает на вопросы, связанные с недвижимостью. Однозначно. Не исключено, что какие-то варианты отбрасываются. Либо с вашей подачи, либо со стороны продавца. Но, несмотря на всё это, друзья мои, десятка Пентаклей, девятка Жезлов и Солнца, всё равно ответ – да. Да, будут некие трудности, будут некие вопросы, которые потребуют более тщательного переосмысления, проработки. Возможно, тут завязаны будут и материальные ресурсы, денежные ресурсы, семейные какие-то вопросы, утряска семейных вопросов. Но, можно твёрдо сказать, что вы практически на стадии окончания. Либо решение о переезде, либо стадии выбора, как там у вас будет уже на новом месте. Может, кто-то даже переезжать будет к своим детям. То есть, вот такой переезд не абы куда, а вот именно может быть даже к детям. Карта Солнца, она именно подтверждает детскую тематику. Воссоединение семьи, друзья. Десятка Пентаклей тоже идёт воссоединение семьи. По первому варианту практически. Но вот единственное, что ещё мне хочется добавить, не всё просто будет почему-то вот с местом жительства. С местом проживания. Возможно, как вы рассчитывали, так может не получиться. Да, что-то нарушится. Что-то не получится. Но, тем не менее, исход положительный, друзья мои. Исход положительный. Вот как-то так. Ну что ж, идём дальше. Считай два положительных у нас ответа. Посмотрим, что же по третьему варианту. Мифическая Таро. Что нам расскажет мифическая Таро? Кто выбрал троечку или мифическая Таро? Состоится ли переезд? Король Кубков. Король Кубков. Так. Шестёрка Жезлов. Императрица. Дама Кубков. Ответ «Да». Ответ «Да». Переезд состоится. И такое ощущение, что в принципе-то у вас к переезду практически всё готово. Причём не вы одни желаете этого переезда. Такое ощущение, что в этом мероприятии завязано много людей. Да, много людей. То ли вам помогают вопросов переезда, может, поиски жилья, работы на новом месте, или ещё что-то в управлении документов. Да, но помощь идёт. Причём и практическая, и моральная помощь. Даже и материальная помощь. Ну, шестёрка Жезлов, друзья мои, она уже напрямую говорит, что всё у вас получится, всё у вас сложится и всё сбудется. Но зачинщик этого переезда, может быть, инициатор или советчик, самый главный, какой-то персонаж, друзья мои. Какой-то персонаж. Может, это ваш сердечный партнёр, да, и вы едете к нему, может быть, либо подружка сердечная. Но тут как-то идёт, знаете, волна желания и по зову сердца, и по зову души, и из практических тоже соображений. Вот как-то всё вкупе. Я не вижу здесь, чтобы была какая-то острая необходимость, или вы бежите со старого места, как неперспективного, чем-то вас неудовлетворяющему. Нет, здесь всё спокойно, продумано, рассчитано. Всё подготовлено, друзья мои. Да. В общем, переезду быть. Именно в загаданный вами период. Вот такой у нас получился прогноз, друзья мои. Я за вас рада. Все три варианта, в общем-то, у нас получились просто-просто замечательные. Её. Спасибо. Спасибо.